Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема дня». 31 января стартовал месячник борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе. И сегодня мы поговорим об онкозаболеваниях у детей. Гость студии, заведующая онкологическим отделением Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Горячева, главный детский онколог Ульяновской области, кандидат медицинских наук Валентина Николаевна Тимофеева. Валентина Николаевна, здравствуйте! Сколько сегодня в Ульяновской области на учете стоит детей с онкозаболеваниями? Ну, нужно сказать, что по Всемирной организации здравоохранения рак вообще регистрируется примерно у 300 тысяч детей в возрасте от рождения до 19 лет. Вот приблизительно распространенность рака вообще в мире одинаковая и составляет 14-15 случаев на 100 тысяч детского населения. Если вот конкретно брать нашу Ульяновскую область, то в 2019 году у нас заболеваемость составила 14-5 на 100 тысяч детского населения. То есть отмечается медленный, но неуклонный рост онкопатологии у детей. Если вот, например, в 2018 году эта цифра у нас составляла 14,3 случая, то уже вот в 2019 году 14-5 на 100 тысяч детского населения. А с чем связан этот рост? Ну, очень сложно сказать. То есть здесь много различных причин, но вот на сегодняшний день как бы вот точные причины до сих пор не выяснены. Какие заболевания чаще всего встречаются у детей? Если брать нозологические формы, то у детей на первом месте стоят острые ликозы, в отличие от взрослых, потому что у взрослых чаще встречаются хронические ликозы. То есть они составляют одну треть всей онкопатологии у детей. На втором месте стоят злокачественные опухоли центральной нервной системы, то есть это головной и спинной мозг. И третье место занимают так называемые заболевания лимфоидных тканей, то есть это лимфомы, неходшкинские лимфомы, или как у нас в стране их называют лимфосаркомы, и лимфомы ходшкина, то есть лимфогрануломатоз. Причем нужно сказать, что 90% всех опухолей у детей до одного года – это эмбриональные опухоли, которые носят врожденный характер. Ну и там далее, уже год на год не приходится, различные другие солидные опухоли. Детская онкология отличается от рака взрослых у взрослых людей, и если да, то чем? Да, безусловно. Но прежде всего тем, что все-таки нужно понимать, что детская онкология встречается в десятки раз реже, чем у взрослых. Если, например, у взрослых чаще всего бывают опухоли внутренних органов эпителиоидной структуры, то у детей чаще всего это не эпителиоидные опухоли. И вообще в детской онкологии выделяют три группы опухолей. Это, как я уже говорила, эмбриональные опухоли, которые носят врожденный характер. То есть это опухоли, когда происходит ошибочная дифференцировка клеток еще во внутротробном периоде. Вторая группа составляет ювенильные опухоли, те, которые характерны для юношеского возраста, и связаны с тем, что происходит злокачественная трансформация в клетках. И третья группа – это уже опухоли взрослого типа. Нужно понимать, что раком нельзя заразиться, рак не передается по наследству. Но, тем не менее, если взять взрослых, у них основной роль возникновения являются все-таки факторы внешней среды, в отличие у детей. У детей же большую роль играет наследственная предрасположенность от родителей к детей. И поэтому дети, в семьях которых, особенно у близких родственников, есть онкологические заболевания, они входят в группу риска и должны постоянно наблюдаться, обследоваться, проходить медицинский учет. Какие изменения в организме ребенка должны насторожить родителей и существуют какие-то внешние признаки? Ну, нужно сказать, что в отличие от взрослых, у детей онкологическое заболевание гораздо сложнее поставить. И диагностировать, потому что ребенок, он не может четко сформулировать свои жалобы. Поэтому различают так называемые маски онкологических заболеваний. И вот, если говорить о самом частом, так сказать, заболевании, остром лекозе, то самой, скажем так, частой маской является под маской УРВИ. Когда повышается температура, слабость, вялость, снижение аппетита, значит, обращаются к врачу, докторы назначают, ну, какие-то там противовирусные препараты, жаропонижающие препараты. Как правило, да. В дальнейшем идет нарастание интоксикации, может присоединиться геморгический синдром в виде мелкоточечной геморгической сыпи, там, каких-то кровоизлияний, могут быть кровотечения со слезистых. Ребенок, особенно маленький, перестает вставать на ножки, потому что идет патология со стороны костной системы. Что в этом случае нужно делать? В этом случае нужно сдать анализ крови с обязательным подсчетом тромбоцитов, потому что очень многие онкологические заболевания, они сопровождаются еще патологией тромбоцитарного звена. Очень много вопросов всегда возникает по поводу лимфатических узлов у детей. То есть мамы часто задают, это нормально, то, что лимфатические узлы увеличивают, в каком случае они действительно вариант нормы нужно считать, а в каком случае это уже не вариант нормы. Ну, если брать вот детей до полового созревания, то в норме у здоровых детей пальпируется несколько групп лимфузлов. Это переднешейные, подмышечные и паховые, но они должны быть, как правило, не более 2 см в диаметре, симметричные, подвижные, не спаянные с окружающей клетчаткой. Значит, если увеличены надключичные и подключичные лимфатические узлы, это в большей вероятности уже может быть онкологическое заболевание, особенно у подростков. Раковая опухоль, она может пальпироваться просто на теле, на конечностях. Как правило, они безболезненные, растущие. Вот такие вот опухоли и лимфатические узлы, они, конечно, должны осматриваться специалистами, должны осматриваться детскими онкологами и гематологами. Ну, если вот речь, допустим, идет об опухолях головного мозга, то там на первое место такая клиническая картина. Это нарушения, походки, могут быть головные боли, высокая температура, рвота, тошнота, рвота, особенно по утрам, вплоть до потери сознания и судорог. То есть это вот симптомы того, что человек, вероятно, болен. Да, конечно. Чем вот трудность вообще в диагностике, как я уже говорила, тем, что очень многие первичные симптомы, они схожи с общими какими-то другими заболеваниями детского возраста. Ну да, куда бы ты ни обратился, конечно, все сначала делают оценку, что это может быть подозрение на ОРВИ, на ОРЗ. Насколько успешно сейчас у детей лечится рак? Ну, нужно сказать, что вот вообще за последние, наверное, где-то 30 лет вообще вот в нашей стране, можно сказать, даже произошла революция в лечении онкологических заболеваний, в частности, у детей. Потому что современная диагностика с использованием иммунофенотипирования, с использованием молекулярной генетики, все это привело к тому, что более детально идет диагностика заболеваний, которые влечет за собой применять более высокодозную химиотерапию или менее высокодозную химиотерапию. Даже вот когда мы начинали работать в нашей больнице, мы вообще понятия не меняли, что такое молекулярная генетика. А сейчас мы вот определяем мутации генов, то есть есть боли благоприятные, есть менее благоприятные, от этого зависит дальнейшее лечение. Далее использование в лечении высокодозной химиотерапии, использование точечного воздействия на опухолевую клетку, это молоконодальных антител. И поэтому на сегодняшний день многие заболевания, которые вот те же самые 20-30 лет фактически были фатальными, сейчас чуть ли не 100% выживаемость. Если вот взять тот же самый острый ликоз, то у нас по Ульяновской области до начала 90-х годов 5-летняя выживаемость составляла 1%. В среднем где-то по России 7-10%. И на сегодняшний день у нас 5-летняя выживаемость составляет 86%. По лимфогрануламатозу у нас вообще великолепные результаты 100%. Нефробластомы тоже самое 100%. Куда обращаться, если диагноз все-таки подтвердился? Значит, у нас разработана маршрутизация в области онкологических больных. Значит, прежде всего это первичное звено, это педиатр. И если уже есть какое-то подозрение, то у нас дальнейшее направление идет в консультативно-диагностический центр нашей областной детской клинической больницы, где у нас каждый день принимает врач-гематолог и врач-онколог. Если запись идет по электронной регистраторе, но учитывая, что мы вот такие специалисты единственные в области, то есть в поликлиниках городских нет таких специалистов, мы ведем такую политику, что какие-то экстренные случаи, серьезные случаи без записи по электронной регистраторе принимаются в тот же день. И то же самое, если необходима госпитализация, то она будет проведена в этот же день. В целях снижения риска заболеваемости дайте, пожалуйста, родителям, которые нас сегодня смотрят, рекомендации. Нужно сказать, что вопросы профилактики онкологических заболеваний у детей, они продолжают исследоваться и совершенствоваться, но на сегодняшний день все-таки определены некоторые основные моменты. Это табакокурение. То есть дети, как пассивные курильщики, они входят в группу риска среди родителей и членов семьи, где курят. Дальше. Воздействие солнечных лучей. То есть ультрафиолетовый спектр солнечных лучей, он обладает также канцерогенным действием, и особенно в дальнейшем может быть рак кожи. Поэтому советуем избегать прямых солнечных лучей, чтобы не загорать под открытым солнцем, особенно полуденным солнцем. И у детей пользоваться защитными кремами со спектром не менее 50. Солярия однозначно нельзя. Ну, что касается питания. Что касается питания, конечно, в питании у детей больше нужно использовать овощей и фруктов, причем свежих. Меньше жиров, консервированных продуктов, продуктов высоко калорийных, так как это может в дальнейшем привести к увеличению массы тела и, как правило, к риску возникновения онкологических заболеваний. Что касается экологических факторов. Значит, проживание в регионах, где рядом находятся какие-то предприятия, вырабатывающие химические вещества, тоже может как бы пагубно оказаться на здоровье ребенка. Потому что в Всемирной организации было определено уже более 106 веществ, которые также уже доказаны обладать канцерогенным действием. Ну, а все-таки самое главное – это регулярные осмотры и диспансеризации. Потому что онкологическая настороженность у родителей и у врачей – это, в общем-то, основа быстрой диагностики и более благоприятного, так сказать, прогноза и лечения таких заболеваний. Я благодарю вас за беседу, Валентина Николаевна. Уверена, что мы помогли телезрителям. А я напоминаю, что своевременное обращение к специалистам может спасти вашу жизнь.